15 февраля 1994 года была совершена первая литургия в возрожденном Среченском монастыре, тогда подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Москве. Я не буду рассказывать обо всех необычных перипетиях, которые сопровождали это богослужение. Это рассказ и отдельный, и, может быть, даже и не хочется о нем вспоминать. Но была служба, были монахи, было множество самых разных людей. И мы, и те, кто не очень симпатизировал нам в этот день в старинном храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери, все равно ощущали, что начинается монашеская новая жизнь обители. Прошло ровно 30 лет. К сожалению, я не смогу быть в этот день среди братья обители, среди прихожан, потому что благословением Святейшего Патриарха я должен совершать первое богослужение в нововозрожденном монастыре Свято-Владимирской обители в Херсонесе. Ровно 100 лет назад она была упразднена, закрыта в 1924 году. И мы начинаем новый этап ее жизни. А я, как игумен этой обители, обязан быть на полуострове в одном из сохранившихся монастырских храмов и совершать то же самое, что было 30 лет назад в Сретенском. Братьей там немного, но так же, как, впрочем, немного братьей было и в 1994 году, 15 февраля, в обители Сретенской. Я прошу моих собратьев, любимых собратьев из Сретенского монастыря, отца Игумена Иоанна, и всех, кто меня помнит, прошу и прихожан помолиться о вновь возрождаемой спустя 100 лет после упразднения мученической также обители святого князя Владимира в Херсонесе. Мученической, потому что большинство священников и монахов были убиты так же, как и здесь, на Лубянке. И думаю, что наши монастыри будут духовно близки друг к другу, будут во многом придерживаться единых традиций и делать одно большое и важное дело. С праздником, дорогие отцы Сретенской обители, с праздником 30-летия и с праздником первого дня открытия Свято-Владимирской обители после столетия поруганий, забвения и запустения. Вот так все и происходит в нашем мире. Храни всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok